Ой, ёлка, ну ты ж вот, вот шпана. Да, красавица. Да, я сунду, да? Сейчас его купишь. Я могу курить. 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 Значит, я могу курить. Я же сказал. Было сказано, что здесь, в холл, курить запрещено. Я бы сказал, я вообще ничего не говорил. Значит, я могу курить. Как интересно в России всё устроено. Очень. Никогда не поймёшь, для кого закон написан. Написан. Для кого закон написан. Для кого закон не написан. Вы только что вынесли урну, высыпали окурки, поставили урну на место. Насколько я понимаю, урна здесь главное действующее лицо. Несколько минут назад в холле, вот тут было полно ваших туристов. Они ждали автобус, чтобы ехать на экскурсию. Многие из них курили. Хотя я, например, не курю. Если бы я курил, я могу курить. Курить. Как иностранец. Почему одним в России можно, другим не можно? Курить всем можно. В том-то и дело, что нет. Нет. Как только подошёл автобус, люди поспешили к выходу. Поспешили. Поспешили. Где их ждал милиционер. Милиционер сказал, что здесь курить запрещено. И потребовал заплатить пенальти, штраф. Пенальти, да. Всё по закону, другим. Хорошо. Где здесь написано, что тут курить запрещено? Да, милиция, она сама всё знает. А тогда зачем здесь урна? Это? Вот эта урна, она зачем? Для порядка. Ну, какой порядок? Когда милиционер кладёт себе деньги в карман. Не-не-не. Вы платите этот пенальти, да? Штраф, да? Да. А он им даёт квитанцию. Это всё у нас по закону. У нас всё по закону. Слушайте, это люди так спешили. Спешили. Они не дожидались этих ваших бумажек. Милиционер собрал деньги, положил в карман. Исчез. Потом пришли вы. Взял ей урну, высыпала курки. Поставили урну на место. Урна снова стоит в ожидании жертвы. Вот где гарантия, что не арестуют меня? Да. Вы же не курите. Ну, если бы курил... Курите. Ради бога, извините. Извиняйте, пожалуйста. Скажите мне, милиционер, он с вами делится? Милиционер, он с вами в деле? Нет. Милиционер со мной в доле. Дола. Доля. Доля. Русская дола. Такая. Дола. Русская доля. Это поле. Поле. Русская. О-о-о. Американец. В одно место? В точку. В точку. В одно место? Нет, места у вас много. А если попал в десятку, это значит просто... Вы знаете вообще, я всегда попадаю в точку. Однажды, к разговору об окуроках, я бросил окурок с балкона восьмого этажа и попал прямо в урну. А вот сейчас сможете? С восьмого этажа? Нет. Вот прямо здесь. Вы чего-то здесь бросаете-то? Ну, попробуй. Ну, я отойду тогда, да? Да, конечно. Вам интересно, да? Очень интересно. Ну, попробуй просто как. Да. Ой, сейчас я затушу его. Вот, не дай бог, да. Ну, я какой-то отойду тогда. Я у чего? Не размяться. Ну, для вас, так сказать. А. Ну, давайте. Не, близко не надо. Зачем? Зачем? Отойдите сами. Это пянуть тебе. Без защиты. Я обшел. Ага. Сейчас, сейчас, сейчас. Ах! Мимо! Ах! Вес не тот. Нужен бычок. Бычок? Бычок. Брик-бычок. Бычок. У вас уже есть? Навалома. Нет. Навалома. Ну, вообще-то навалочка. Нету. Ну, понимаете, время на вас навалилось. Поэтому навалом. А навалочка, да. Ну, пожалуйста. Блигдеру. На. Навалочка. Знаете, у нас вот в СССР, страна, СССР. ЮСССР. ЮСССР. Я знаю, ЮСССР. Да. У нас очень, вообще, напряженка с куревом. Действительно, не хватает. Я не понимаю. У вас вся страна заросла табаком. Вся страна. Она заросла. У вас грузовый табак. У нас страна заросла, но не хватает табачных изделий. Дефицит табачных изделий. А, дефицит понимаете? Вот, да. Мы с вами два заядлых курильщика. Я не курю? Нет. Предположим. А, предположим? Вы должны мне, так сказать, помогать. Как это говорить? Подыгрывать мне надо. А, почему? Да. Мы с вами два заядлых курильщика. Вот. А, друзья. А у нас одна сигарета. Вот она двоих. Она у меня. Да. Я ее курю. Так? А вы задыхаетесь. Просто вот не может. Вот вам как хочется покурить. И тогда вы моему другу своему говорите сорок. Я говорю вам. Вот сорок. Сорок? Нет. А вот вся сигарета, вот видите она, да? Да. Она, вот это сто процентов, да? Вот она, ну пока еще не курю. Когда я курю, она немножко улетучится. Да, я понял. Понял. Сорок процентов. Оставьте мне могу покурить. А, я понял. Давайте, вот я курю вам. А, оставьте сорок процентов. Мне так долго не надо. Просто дайте сорок. А, ну просто сорок. Это просто сорок. А, дайте сорок. 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 Ага. Сорок. Не надо так заискивать еще. Вы друзья, свои люди. Сорок. Сорок. А я не обращаю внимания и курю дальше. Все. Вы понимаете, что вы... Понял. Тридцать. Нет. Тридцать не было. У нас две градации. Сорок и двадцать. Понял. Я все понял. 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 Я курю, а ничего не остается. Вы, 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 вы без курю. Тридцать, твою мат. А? Вот. Очень справедливо. Я справедливо. Я справедливо. Вот видите, да. Так вот, и тогда я, ну, жалевшись, понимаю, что вы просто изнемогаете от желания. И я оставляю вам. Так вот этот вот ченарик сопливый этот, понимаете. Так, так, так. Вот. И назывался бычок. Друзительный. Бычок. У бычка совсем другие баллистические параметры. Понимаете, его бросаешь, как бы прощаясь. Да. Вы знаете, когда я его бросал тогда с восьмого этажа. Нет, не сейчас. Тогда вот я рассказал. Я целился и попал. Потому что если бы я не целился, цена победы была бы совсем другой. Еще раз говорю поразительно. Как вы догадались, что я американец? Вы обидитесь. Нет, я не обидчивый. Честно? Нет, честно чувствую. Вы спросите, я отвечу. Только без обид. Без обид, да, конечно. А для европейца, ну, как сказать, для европейца вы, ну, вы слишком, как это сказать, дотошный. Ты? Что ты? Дотошно ты. А вот до тошноты, да. Все вам надо. Это же самый бычок, бессионер. Вы не обиделись? Нет, я не обиделся. Хорошо. Давайте вернемся к нашим... Нашим баранам. Нет. Давайте вернемся к нашим бычкам. В русском языке есть такое выражение. Если возвращается к тому, о чем вы говорили, вернемся к нашим баранам. Я знаю. Я хочу вернуться к бычкам. Значит так. Какой дотошный вид. Я тебе говорю. Дотошный. Двадцать автобусов в день. Ну, приблизительно. Сорить пассажиров в среднем. Да. Половина из них курит. Двадцатка пеналти с курильщиками. Восемь тысяч. Как вы с вами посчитали, чем я в этом ошибке? Что тут считать-то, господи? Вы знаете, это неплохой бизнес. Бизнес, основанный на знании психологии спивш... 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 Есть еще и не спивш... Нет, нет, нет. А что? Я хотел сказать. Бизнес, основанный на знании психологии спешащих людей. Спешащих. Да, да. И мне неловко вам сказать, но... Что же все извините? Ну, я стал лучше думать о России. Вот. Вы абсолютно наш человек. Простите, еще можно еще один вопрос? А чем вы занимаетесь? Я? Да. Вот этим я и занимаюсь. Я не понял, чем чем? Я думаю о России. Нет. Что вы делаете? Дело какое-нибудь есть? Вообще, что делают в России? Думать о России – это главное дело России. Хорошо. А второстепенное? Есть какие-нибудь люди, кроме тех, которые думают о России? А, я не понял. Вы об остальных? Да. Остальные воруют. Как? Все? Все. Ну, двадцать. Ну, двадцать всего за что? Тридцать. Сто. Ну, нет, этого не может быть. Кто кому рассказывает? Сто. Ну, это очень много. Ну, я помню. Ну, сколько есть? Вот машинку возьмите. Сколько нас воров? Сто процентов. Да. Ну, я вам говорю. Ох, хорошо. Кидайте. Сто процентов. Каждый третий сидел. Тридцать три и три в периоде. Так? Значит, и они их сажают. А потом выпускают. Они опять воруют. Значит, потом опять сажают. Такое-то перпетум мобили. Ротация. Ох. Вы же свежий человек. Вот интересного сомнения. А может, вообще не сажать? Конечно, конечно. А сразу расстреливать? Что вы? Нигде в мире такого закона нет? Где в мире так воруют? Но надо как-то бороться. Некому. Ну, почему? Ну, потому что... Ну, те, кто думают о России, что же будут заниматься такой мелочевкой, как воровство, а те, кто воруют, они что, будут бороться сами с собой? Милому, это нонсенс. Ну, хорошо. Те люди, которые много наворвали, они имеют какой-то обеспешенный досуг. Ну, конечно. Вот что они делают в свободное от воровства время? Я понял. Я понял. В перерывах между воровством они тоже думают о России. А, значит, не все потеряно. Все. Ну, почему? Потому что, чем глубже и серьезнее они думают о России, тем острее приходят к выводу в необходимости круглосуточно воровать. Но это... Вы же стоите на грани. Ну да, ну, стоим. Ну, что делать? Те люди, которые действительно думают о России, они могли бы легко почитать. Сколько людей думают о России? Я понимаю. Это невозможно. Сколько ее оборов. Я понимаю. Это невозможно почитать. Нужен какой-то баланс. Я понимаю, но почитать-то невозможно. Иначе все рухнет. Да... Подчитать-то невозможно. Почему невозможно? Даже на компьютерах. Но почему? Потому что те, кто по-настоящему глубоко и серьезно думают о России, когда отдыхают от своих высоких дум, тоже подворуют. Как я не ворую? Я сейчас сказал, вы удивили. У меня просто по спине прямо мурашки. Да что? Когда думают о России, исключено. Да что вы? Даже в год. Но в перерывах подворуют. Но жить-то надо. Я вам честно скажу, у нас в России думать о России всегда было значительно опаснее, чем воровать. Это традиция. Значит, выходит, в России все думают о России. Все думают о России. И так же выходит, что в России все воруют. Так. Даже те, кто думают о России. Здорово. Смотрите, как... Ну-ка, еще разочек, если можно. Значит, выходит. В России все думают о России. И так же выходит, что в России все воруют. Те, кто думают о России, ой, дети, эти дети, они с избыльства начинают думать о России и воровать. И это заставляет их отцов еще глубже и серьезнее думать о России.